23 марта ночной заказ для водителя одной из саранских служб такси оказался весьма неудачным. Во дворе дома 90 по улице Володарского он был избит клиентом и чуть не лишился своего автомобиля. Все началось с того, что в этот день около половины 12 ночи водитель на Волге выехал по указанному диспетчерам адресу. Подъехав на место, к нему в салон сел нетрезвый молодой человек. Попытка уточнить детали заказа закончилась для таксиста побоями со стороны пассажира. Обратив внимание, что в их сторону направляется еще один молодой человек, водитель, опасаясь за свою жизнь, выбежал из такси на безопасное расстояние. Первый из мужчин дождался, когда его друг сядет в машину, затем пересел на водительское сидение и попытался сам выехать со двора. Количество спиртного дало о себе знать. Водитель не справился с управлением, протаранил припаркованный во дворе автомобиль и, задавая назад, врезался в сугроб. Водитель такси, оставив свой телефон в Волге, не растерялся. Он выбежал на проспект Ленина, чтобы позвать на помощь. На его удачу мимо проезжала служебная машина дежурной части МВД. Полицейским он сообщил, что только что неизвестный совершил угон его автомобиля ГАЗ-3110 и указал направление, в котором злоумышленник уехал. Незамедлительно было принято решение о преследовании транспортного средства. Примерно в 300 метрах от первоначального адреса полицейские нашли угнанную «Волгу». Машина была разбита, а за рулем сидел 19-летний безработный горожанин. Его задержали и вызвали на место наряд ДПС и следственно-оперативную группу. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В связи с тем, что ты управлял данным транспортным средством, я обязан провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения вы будете? Не будете, отказывайтесь. В медицинское учреждение вы поедете для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения? Не поедете. Алексей, мне четкий нужен ответ. Либо да, либо нет. Нет. Нет, не поедете, правильно? Все ясно. Позже, выясняя личность угонщика, полицейские поняли, почему он не справился с управлением. Дело было не только в алкоголе. Юноша никогда не получал водительское удостоверение. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовных дел. По части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон» и статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». Екатерина Чермянина, Александр Зюзяев. Программа «Происшествие».